Всем привет, ребята! Сегодня у нас новый формат видео, это интервью. Интервью с сыной. Она нам расскажет, как у нее прошел первый семестр обучения в американском университете. Это интервью будет брать Тася. Она очень хотела это сделать, поэтому, ребята, приятного просмотра. Привет, Кин, я Тася, мы сегодня будем... Ой, я не знала! Офигеть! Ты не знала! Мы сегодня будем у тебя брать интервью, ничего страшного. Ничего страшного. Привет, Инн, мы сегодня будем брать у тебя интервью. Готова на первый вопрос? Готова. Почему ты выбрала цепиальность программирования? Программирование. Почему ты... Специальность. Инн, почему ты выбрала... Программирование. Программирование. В целом я человек, который в компьютерах вообще не разбирается, я с компьютерами не особо дружу, но когда я выбирала университет, я смотрела не на то, что это за профессия, там или кем вам сказать, я смотрела на классы, которые у меня будут, именно на те классы, которые я буду изучать. Я выбрала ту специальность, на которой больше всего классов, которые мне интересны, и практически нет классов, которые мне не интересны. А что тебе не интересно? Ну вот, гуманитарные научные, то есть обязательные классы, такие как английский, в Крышнбурге у меня есть в университете, они обязательные классы, тут нет возможности их не взять. Но, например, у многих других специальных есть даже биология, то есть даже если бы я выбрала специальность геймдев-разработки, у меня были бы классы биологии, причём их два или три этих класса, а мне это неинтересно, биология мне неинтересна, и заучивать огромное количество терминов я не хочу, мне это неинтересно. Также такие классы, как этика мне неинтересны, и подобные классы мне неинтересны, слишком много читать, и очень мало, не так много думать в плане рационального мышления. И у меня сейчас очень много классов будет по программированию, то есть у меня будет несколько языков, то есть у меня будет Java, C+, C-Sharp, и вроде ещё какой-то язык, я точно не помню. То есть у меня, да, у меня такие, у меня классы, которые больше направлены на математическое мышление, на решение задач, а не на анализ каких-то там дат, как-то помните, даты, да, по-русски это даты, 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 обработку данных. Почему ты не захотела учиться в этом штате, где родители живут? Ну, мы с родителями очень много путешествовали до этого, то есть я понимаю, что разные штаты, соседи штаты могут быть совершенно разными, и мне хотелось положить не только вот в нашем штате Бисхансене, но и в других штатах. Вот я сейчас в Аризоне, где абсолютно другой климат, всё гораздо жарче, и другие люди. В штатах, в разных штатах совершенно разный менталитет, разные люди. И мне интересно попробовать положить в разных местах. Тебе было страшно, когда ты приезжала в Америку из России? Когда при переезжании, страшно не было. Это было как классно, я еду в Америку, это была как мечта какая-то. Ну, не такая мечта, это было что-то крутое, классное, не такое, как у всех. Мы-то жили до этого раньше не в городе какой-то, не в Москве, а мы жили в обычном посёлке. И поехать в Америку, это было что-то ого-го. Ну что, тебе было страшно? Нет, сначала страшно не было. Страшно сступило уже потом, когда поняла, что идеальная картинка оказалась на такую же идеальную. А что было не идеально? Мне было страшно очень. Чем тебе было страшно? Я не знаю языка, я не знаю, как общаться с людьми. Я и до этого была у себя довольно зажатым ребёнком, а потом я зажалась ещё сильнее. Я не знаю языка, языка у барьер. Даже если я понимаю, что мне говорят, я не могу сама сказать свою мысль. Это тоже очень сильно меня зажало. Как ты переборола страх? Я это переборола совсем недавно, в этом году, когда я начала работать на своей первой работе здесь. Я встретила на этой работе замечательных людей, с которыми я не стеснялась общаться. И за то, что я работала с людьми, я работала в общепите, то волей-неволей там надо говорить. И это меня раскрепостило. Я перестала бояться говорить. Я стала дружить. И вот сейчас мы скоро пойдём к ним навещать их. После того, как я приехала. Мы пошли есть макароны. Чуть тепло, как? Жене в кафе, где она работала. Говорит, пошлите к моим девочкам есть макарошки. Какой ты дашь совет люди, которые только что приехали? Подростки, дети, взрослые. То же, что мне говорил папа, но я этого не слушалась. Не бойтесь общаться. Я понимаю, что я как никто не понимаю, насколько это может быть страшно и непонятно. Всё новое. И может быть даже какое-то время быть отвращение именно к этому менталитету. Потому что гиперэмоциональность у людей здесь. Но это всё свыкнется, привыкнется. Вы найдёте тех людей, с которыми вам будет комфортно. Кто-то приехал, ты знал английский? У меня была база. То есть то, что мы проходили в российской школе. Но сами понимаете, как дети учат языки в школе. То есть это не было изучение языка, это было списывание. И до этого я также ходила перед переездом. Нас записали родители на курсы английского. На школу английского и типа того. Но в целом у меня была только база. Я понимала базу. Именно базой я сюда приехала. И по мере того, как я ходила в школу, как слова стали более чаще повторяться в моей голове. И в жизни. Это как с ребёнком. Ребёнок не знает, что подушка это подушка. Но ему постоянно говорили, что это подушка. 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 Я уже знаю. Потому что подушка это слово обозначает вот этот предмет. Так же и у меня было. То есть мне это было гораздо сложнее, чем тебе. Потому что ты ребёнок, у тебя ещё пустой мозг. Белый рис. У меня уже была база. И у меня английский накалывался поверх русского. И именно так я кое-как понимала. Кое-как не понимала. Это правда, что американская программа остаёт от русских? Это да. То есть американская программа, она легче. Именно школьная программа, она гораздо легче, чем школьная российская. Но это и не плюс, и не минус. Это другая программа. То есть то, что я проходила по математике, по биологии, по географии в седьмом классе, тут проходят в десятом, одиннадцатом, двенадцатом классе. И это неплохо, потому что детей тут не перегружают. То есть тут нету семнадцать предметов в неделю, которые нужно постоянно учить, постоянно делать домашки, и задания, которые огромные. Читают огромные вараги, и тут такого нету. Зато тут больше направлено на развитие мышления, а не на забрёжку. То есть у тебя есть эти шесть предметов, и ты можешь на них сосредоточиться. Потому что ты можешь выбрать, не все, но ты можешь выбрать предмет, который тебе более ближе. Например, как у меня были подходящие классы, когда уже все основные криво-сознаны, и у тебя есть больше возможностей выбирать, у меня был выбор между психологией, социологией и историей. И любой из этих трёх предметов считался бы как science. И я могу выбрать любой предмет, который мне интересен, и они все будут одинаково, эквивалентны, равны в моём аттестате. И я тогда выбрал социологию. Ну, блин. Как ты поступила в инсер... В инсер... Как ты поступила в инсер... В инсер... В инсер... Как ты получилась в колледже, и как это? Заявку в колледже все отправляют в начале двенадцатого класса. То есть ещё за год до того, как ты выпустишься. И получается, когда ты выпускаешься, ты уже знаешь, куда ты пойдёшь. Вот как будет сейчас заявка. Там идут обычные вопросы, там имя, фамилия, родители, где живёшь, в какой школе ты учишься сейчас. Также, и помимо всех этих обязательных вопросов, дальше идут вопросы именно уж по которым... Критерии, по которым тебя определяют. Возьму тебя, кто ещё нет. Это personal statement, эссе. И ещё и бывают также небольшие вопросы или обязательный большой эссе. Это уже зависит от университета на другую тему. То есть основное, что можно сказать, это эссе про себя, про то, как ты видишь мир, про то, как ты себя преподносишь в этот мир, по которому университет поймёт, что ты можешь привнести в этот университет, что ты можешь дать этому университету по нему денег. И также другие вопросы. И, да, обязательным условиям надо вписывать свои оценки, свой средний балл, свои результаты экзаменов. И целый адактный поступает. Просто пишешь эссе, одно или несколько. Многие делают то, что они пишут на разный колледж, разный personal statement, чтобы по-разному преподнести себя в разных колледжах, в зависимости от по-русски. Скажи, например, миссии колледжа от его ценностей. Ценностей. То есть, того, какие уходят ценности. Слушай, вопрос. Может быть, он, не знаю, вам не подойдёт. Вы можете не отвечать, отвечать. Будущий муж или парень, и не будет русский, американец или неважно. Неважно. Сколько лет и какая факультет учишься, сколько вы платите за год для учёбы ИНИ? Я учусь на факультете... Программирования? Software Development. Программирование ПО. Программирование. Грубо говоря, айтишник. Я айтишник. И учиться мне надо будет 4 года на бакалавре. Я выбрала именно такую программу. Там можно учиться 3,5 или 3. Но в эти годы, если ты будешь учить уже 3, ты будешь платить по уже сумме, что ты будешь платить за 4, только в месяц ты будешь платить больше. То есть, если я сейчас буду платить 2 тысячи в месяц, то если бы я училась 3 года, то мне пришлось бы платить 5 тысяч в месяц. Мне сейчас это не посильно, поэтому я плачу 2 тысячи. То есть, по итогу плачу одну и ту же сумму, только она развивается либо на 4 года, либо на 5. И я плачу относительно мало для моего университета, просто у меня это частный университет. И в мою сумму входят и обучение, и питание, и жилье. То есть, это довольно мало относительно других частных полюсов. Правда, что надо откладывать своё стеснение, иначе, скорее всего, друзей не будет. Тут дело, скорее всего, не в стеснении. Ну, в целом, да. Твой сошлый. Почему сошлый? Сошлый, как называется, есть люди, которые боятся говорить, типа, говорить перед людьми, надо, чтобы активнее быть, чтобы, типа, что такое. Это да, но это необязательно. Не обязательно. В Америке тоже очень много стеснительных людей. Тут больше дело именно в языковом барьере. Именно не в том, чтобы бояться людей, а бояться говорить с ними. То есть, тебе необязательно говорить с кучей людьми, со всеми, одноклассниками. Достаточно найти одного-двух перзес, потому что тебе будет комфортно. И в целом, да, вот именно вот с ними надо будет немножко перебороть себя, чтобы начать говорить. И вот самое страшное, это начать разговаривать с людьми. Здравствуйте. Сложно ли учиться в Американском универе? В Американском универе сложно или легко? Не сложно, но, опять же, у меня программа очень лёгкая, довольно... Ну, опять же, у меня программа довольно лёгкая. И я не училась в Российском колледже, я не знаю, как там. Но я знаю одно главное отличие. В Американском колледже нет пересдачи. Если ты провалил тест, то ты его провалил, и ты не можешь его пересдать, экзамен этот. То тебе придется заново брать этот курс на следующий год или семейство. Если ты провалишь курс, то ты не можешь дать пересдачу и сохранить себе эти деньги. То есть, если ты провалил финальный экзамен, то ты берёшь этот курс, ты снова за него платишь и уже в следующем семе-три или году. То есть, ты не бегаешь за учителем. И тем более, там, учителя не делают, профессора не проверяют задания, и они не принимают экзамены. У нас все экзамены — это тест, обычный тест на компьютере или на бумажке, смотря на сколько старого один учитель. И вот, получается, ты заёшь тест, его проверяет не профессор, а у него есть специальные помощники, которые проверяют все задания, типа эссе, задания, которые будут в течение семейства, и финальный тест тоже. То есть, профессор просто приходит в однозначенное время читать лекцию и уходит. И занимать, и так устроено на меркассистеме, то есть, профессор, он не занимается, а проверка заданий. Профессору даётся больше времени на то, чтобы делать исследования по его теме. То есть, если ты профессор, ты не учишь детей, ты в основном занимаешься исследованием, но при этом ты ведёшь керцию. Нравится ей жить в Америке? Тебе нравится жить в Америке? Нравится. Ты бы хотела вернуться в Россию тогда? Очень актуальный вопрос сейчас. Сейчас тогда никто не хочет возвращаться. Но в целом, да, хотелось бы навестить Россию, то есть, навестить моих родственников, людьми, с которыми я общаюсь, понимают премии до сих пор. Их бы хотелось навестить, но именно переезжать в Россию, чтобы жить, я бы не хотела. Что тебе нравится в Америке жить? Потому что тут есть возможности, то есть, если ты хочешь, ты можешь добиться всего, чего хочешь. Хорошо. То есть, если ты ленивый, то у тебя и будет какая-нибудь обычная среденькая зарплата, будешь также работать в Макдональдсе в 35 лет, и тебя это будет устраивать. Потому что Макдональдс платит хорошо, и тебя будет это устраивать. Но если ты хочешь больше, то ты этого можешь добиться. А что тебе не нравится в Америке? Ну, также в эту же копилочку бомжи, и как люди их жалеют. Вот опять же говорю, если ты хочешь чего-то добиться, то ты можешь этого добиться. А бомжи, которые тут есть, они не хотят ничего добиваться. Им нравится их образ жизни, они этим довольны. И да, то, как они живут, это их образ жизни, который они выбрали. И жалеть их за это не надо. А тебе задают твои друзья, американцы, родители, их задают тебе вопросы про Россию? Когда со мной знакомятся, да, начинаются вопросы и про то, как я отношусь к тому, что происходит в России, по моему отношению к Путину. В целом, это уже начинает очень сильно надоедать, когда каждый раз одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Так что я сейчас стараюсь об этом очень кратко и понятно. Потому что мне не нравится в этом говорить, я уже устала объяснять людям одно и то же каждый раз. А что ты объясняешь, что ты им говоришь? Да, я из России, да, я из европейской части России, нет, я не из Москвы, нет, я не поддерживаю Путина, нет, мне не нравится, что сейчас происходит в России, нет, мы уехали не из-за этого. Да, мне холодно, да, я переношу холод, да, я мёрзну постоянно, что вы ко мне пристали с этим. И в России мы не ходим в шортах в минус 30, я не танцую с медведями, я не пью водку. Очень глупые вопросы, каждый раз одни и те же. Это я понимаю. И на каком языке думаешь? Я думаю сразу на двух языках, то есть мой диалог происходит так, слово на английском, слово на русском, слово на английском, слово на русском. По итогу получается такая каша. Средства, свечки, товарищ купить свечку, иди хобби, лобби. Сложно жить далеко от родителей? В целом, не особо. Если есть какие-то проблемы, я им звоню. Алло, пап, а как включить зажигалку? Или как? А, нет. Алло, пап, какие капли надо для ушей мне лучше взять? Или что мне взять для горла? Или горло болит? В целом, такие вопросы бытовые, которые я не знаю ответов. Но в целом, мне живется хорошо, нормально, потому что жилье у меня есть, питание у меня есть, негативное питание, потому что они входят в плазу за обучение. То есть я плачу тем, что я уже сплатила. Живу я недалеко от университета, то есть я живу буквально на кампусе, буквально огороженном городке внутри города. Добираюсь я на скутере, езжу на работу, все хорошо, все довольно просто. А ты сама деньги копила или родители заплатили за твой коленчик? Я сама плачу за свое обучение. Сейчас, конечно, мне родители помогли, на Рождество подарили мне тысячу, то что покроет мне часть оплаты за следующий месяц. Но все равно, так я оплачиваю свое обучение сама, накопленных денег. И плюс, что там у меня небольшая, небольшой у меня scholarship был. Ты такая scholarship? Scholarship как стипендия, но это не когда тебе платит университет деньги, которые ты можешь использовать. Это когда университет из общей суммы, которую ты должна заплатить, забирает часть, то есть тебе нужно платить меньше. Какая у тебя сейчас главная цель? Главная цель – оплатить обучение, учиться и оплатить учебу. Отлично. Где больше нагрузки в школе или универе? В школе. В универе у нас... В универе все гораздо проще, то есть тебе ты привозишь на лекцию, тебе дают определенную информацию, и дальше ты выполняешь задания, которые... Задания – это часть, использованная той информацией из лекции, и часть информации ты должен найти самостоятельно. Если, да, в начале месяца ты говоришь, сдать это задание до 20-го числа, и ты все это время можешь распределять как тебе угодно. То есть ты хочешь на лекцию учиться, чтобы собрать информацию, а в свободное время ты можешь тратить как тебе угодно. Ты можешь целый месяц ничего не делать, а потом за два дня сделать все задание, или ты можешь в начале месяца сделать все задание, а потом отдыхать целый месяц. Или ты можешь разбить задание по частям и в течение месяца делать задание так, как тебе удобно. То есть ты можешь сам контролировать свой график, потому что мне очень удобно. Просто я могу совмещать это и с учебой, и с другими, и с другими классами, и с работой могу совмещать. То есть мне это удобно. Посещаемость лекций отмечается в зависимости от преподавателя. То есть, например, на моем веб-разработке мой преподаватель не отмечает посещаемость лекций, но чтобы закрыть эти participation points, он выдает нам онлайн дискуссии. На нашем портале есть онлайн дискуссии, то есть это небольшой вопросик по теме, которая у нас есть. И это не обязательно будет тема лекции, то есть этот вопрос тебе нужно прогуглить. То есть найти информацию на этот вопрос в гугле или в других источниках и ответить на него. И это делается онлайн, то есть на лекции ходить не обязательно для этого профессора. Но на этом классе у нас есть методичка, скажем так, для всех наших заданий, поэтому ты можешь не ходить на классы и делать все методически, но ходя на классы ты более глубоко погружаешься в систему, и если есть вопросы, ты можешь спросить у преподавателя. На моем классе по-английскому у нас там было, нас отмечали, то есть у нас у всех был определенный бланк, где мы отмечали, есть мы на классе или нет, потом в начале и в конце класса доставали это нашим помощникам и преподавателям, и они проверяли, типа, отметил ты себя, да, не отметил, они там делают пометку, то есть ты себя не отметил, то есть тебя не было в классе, и на классе Christian Roadview у нас было, у нас был Кахут, то есть ты приходишь в класс, и в конце класса, там, и после небольшой викторины, то есть ты там в приложении на сайте Кахут, вводишь там код, и там будет вопрос, ты был шеден на лекции, и ты отвечаешь, да? И так учитель засчитывает тебе, что ты присутствовал на лекции. Но в таких случаях очень легко сумичить, то есть ты можешь подручиться с кем-то и сказать, не прийти на пару и сказать, слушай, можешь с кем-то мне код на Кахут сегодня, и отметить себя, и это будет работать, то есть учитель будет думать, что ты присутствовал на паре. Но это работает только потому, что класс на 100 учеников, учитель не может отследить, где и каждый из кто сидит. Так что да, иногда можно их хитрить. А что вы учите на уроке английские правила или что? Урок английского — это, по сути, урок написания эссе. Только разные виды эссе, разные стили, разные подготовки для этих стилей. То есть первый эссе, который можно было в смеси, оно было про ethos, pathos и logos. То есть такие приемы в эссе, которые используют либо логику, либо эмоции, либо авторитет. И их надо было совместить в абсолютно определенную тему. Второе эссе у нас было ревью, то есть мы выбирали какую-то небольшую рекламу и смотрели, как им описали ревью на эту рекламу, и как эта реклама влияет на зрителя. Позитивные и негативные моменты этой рекламы. И третье эссе у нас было про то, что тебе нужно было выбрать проблему, которая есть, и надо было ее рассмотреть с разных сторон и написать альтернативное решение этой проблемы. И для всех этих задач тебе нужно делать определенный ресерч, то есть читать определенные статьи, разные статьи читать надо, искать статьи и читать их, и цитировать их. То есть очень много такой муторной работы, которую я не люблю, но это обязательно. Обязательный класс. Человек, который не знает английский, можно научиться в институте? Ну, если ты совсем не знаешь английский, то ты не можешь понять, о чем тебе говорят, ты не можешь прочитать статью и понять, о чем там говорится, то ты не сможешь там учиться, это будет, ну, не ва... Ты не сможешь войти в темп. То есть, да, я сказала бы, что ты можешь легко себе выбирать это списание, ты можешь там подстраивать списание по себе, как тебе больше можно задание, но если ты не знаешь английского, то ты все свое время будешь... То есть ты будешь тратить в 3 раза больше силы, энергии и времени на то, чтобы понять, что тебе нужно сделать. И еще столько же нужно будет тратить на само выполнение. То есть если ты совсем не знаешь на английском языке, то тебя не возьмут с умиршись. То есть ты не сможешь с умиршить. А тем более, если ты иностранец, то тебя просто не возьмут. Позже нужно сдавать тесты по английскому, чтобы поступить как иностраница. Но если ты знаешь английский на базовом уровне, то есть, например, я когда пришла учиться, у меня был опыт обучения на английском в школе. То есть я понимала, какие слова надо выделять себе, какие слова будут говорить о том, что вот это сейчас профессор скажет, что это важное. Или вот это вот можно пропустить, просто не особо важная тема будет. Например, часто профессора, ученики могут заговорить, начать рассказывать о том-то своем личном, и тебе это, по сути, для лекции не нужно. И поэтому, да, надо учиться определять даже по интонации, по тону, что тебе нужно запомнить, а что нет. И да, у меня был опыт обучения на английском, и мне это помогло очень сильно, потому что я понимала, как это все работает. Ну, в целом, ты хорошо знаешь английский, и даже если у тебя не было опыта обучения на английском, то ты можешь понимать, что тебе говорят люди, ты можешь понимать профессора, потому что не все профессора делают слайды. То есть у меня был профессор по-английскому, он абсолютно все, что он говорил, было написано на слайде. Поэтому мне было проще, потому что если я что-то не понимала, что он говорит, возможно, из-за акцента, из-за того, что он быстро говорит, я могла это прочитать на слайде. Но на моем Christian Nordic class, там профессор не делал никаких слайдов, то есть там была чисто разговорная лекция, и тут уже было сложнее, потому что я не совсем понимала, что мне нужно выделять, а что именно он говорит, потому что я учусь в Харизоне, там немножко другой акцент, немножко непривычно мне с таким акцентом было поначалу. То есть да, вот так. Ой, блин, я не могу. Ой, я потеряла вопрос тот... Ой, я потеряла этот вопрос. Ой, блин. Вот. А дома и на Стасе между собой на английском, на каком языке общаются? На русском. Мы дома, мы все разговариваем на русском. Эту засранку надо периодически напоминать, что мы разговариваем по-русски. И просто иногда есть там что-то, 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 скажем, ссоры или непонимание, папа ей пытается объяснить это хотя бы на английском, чтобы она поняла, но мы разговариваемся на русском. Да, как всегда. Где ты работала и где сейчас работаешь? Когда я жила дома, местами, я работала в Нудлс. Ну, с ним компани такая, такой общий пид, где продают пасту разных пидов, из разных регионов страны, и все такое. То есть это именно паста, то есть это была моя первая работа, которую я обожаю, я очень люблю эту работу. И мне жаль, что мне лично было очень грустно уходить с этой работы, потому что я ее очень любила, и я хотела даже развиваться на этом месте. Ну, мне надо было переезжать, а точка этого ресторана в моем городе была очень далеко от Трампуса, поэтому я не пошла туда работать дальше. Так же, ну, в Бескальцине я работала в небольшом маленьком ресторане, местном локальном ресторане, в ресторане бульгеров. То есть там тоже, я работала там недолго, сегодняшние последние два месяца, летом, но это тоже помогло мне накопить деньги на то, чтобы оплатить обучение. Когда я переехала в университет, я начала работать на кампусе, и также я нашла, кстати, вторую работу, которая была довольно далеко от кампуса, то есть я туда ездила на Убере, и я ехала сюда было 15-20 минут, и на это уходила половина моей зарплаты, и я бросила эту работу, потому что слишком дорого до нее добираться. Сейчас я работаю также на кампусе и в Макдональдсе, это гораздо ближе, то есть я могу доехать на скутере за 10 минут, скутер-электрический самокат, и я работаю там сейчас, у меня даже получили зарплату на 1 доллар. Сколько час получаешь деньги в Макдональдсе? Изначально, когда ты идешь работать в Макдональдсе, тебе платят 14 долларов в час, и за месяц, который я проработала, там у всех должно было быть какое-то повышение, мне повысилась зарплата на 1 доллар. Кем ты работаешь на кампусе? На кампусе у нас есть несколько ресторанчиков, несколько точек, такие Subway, Panda Express, Chick-fil-A и много других, и есть кафе-арена, то есть где проходят баскетбольные игры, там есть кафе. Я вот в этом кафе работаю, то есть я стою на кассе, принимаю заказ, отдаю еду. Вот так. Отлично. Тебе нравятся свечки из Хобби-боги? Вкусно пахнет. Вкусно пахнет? Как пахнет? Ёлкой пахнет. Нравится ёлка тебе? Да. Как нравится? Сильно нравится. Как они пахнут? Ёлкой. Купила бы я? Нет. Сколько купила? Да бесплатно. Почему? Сюда просник идёт, и ну гоняем по вопросам. Мы уже на YouTube записали видео, теперь сейчас сюда спишем. Тать, давай следующий вопрос, Тать. Тяжело жить далеко от родителей? В целом мне не так уж и сложно. Да, наверное, не то, что тяжело. Тебе не страшно жить? Мне не страшно. Потому что у меня всё, что надо, у меня находится на кампусе, то есть там и больница, там и у нас есть своя полиция, и все магазины, рестораны, всё, что есть, там находится рядом. Мне никуда в город ехать особо не надо. То есть ты как в лагере, получается? Я как в лагере, да.